3000 масок и наборы латексных перчаток штаб волонтеров Ленинского городского округа получил в дар от депутата Московской областной думы Владимира Жука. Пандемия длится уже второй год, а нуждающихся в помощи становится только больше, поэтому средства индивидуальной защиты нужны всегда. Спасибо огромное за такую поддержку, за средства индивидуальной защиты. Штаб молодой гвардии возобновил работу. Мы помогаем пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, семьям, которые нуждаются, доставляем лекарства, продукты питания. Это далеко не первая помощь молодым активистам от депутатов Московской областной думы. Это не последний, конечно же, наш подарок волонтерскому центру Ленинского городского округа. Эта работа будет продолжена, но сегодня самое главное мы собрали ребят для того, чтобы послушать их, чем можно помочь, какие есть предложения для того, чтобы работа была в волонтерском центре более эффективной. Волонтеры рассказали, что находятся в постоянном контакте с представителями администрации муниципалитета и благодарны им за всестороннюю поддержку. Волонтеров сейчас обеспечат питание, оплачивают проезд. Это очень немаловажно и даже, я бы сказал, волонтеров очень мотивирует в настоящее время. Сейчас более 30 волонтеров работают на пунктах вакцинации, проводят просветительскую работу с населением и помогают медикам. Где-то не хватает людей, чтобы заносить какие-то данные в карточки, сведения. Вот волонтеры очень активны. Последний запрос был предоставить возможность сеть волонтеров хорошо владеющими компьютерными технологиями, потому что нужно было работать через систему интернета. Всего в Подмосковье трудятся более 10 тысяч волонтеров. И с каждым годом таких бескорыстных, отзывчивых людей становится все больше. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok